Они основали фонд, и через этот фонд они продавали подготовительные рисунки, коллажи, эскизы, макеты. Продавали их мировым музеям, частным коллекционерам за большие деньги. И денежки им переводили в фонд, они на каждый проект брали кредит в банке, и вот так это у них работало. Они жили все время в кредит, 48 лет работали. Они вот как пришельцы, вот просто пришельцы, офигенные. Здравствуйте, дорогие любители искусства! Приветствую вас на канале ProArt. 16 сентября 2021 года в Париже в присутствии президента и Мера состоялось торжественное открытие долгожданной арт-инсталляции. Один из символов Парижа, триумфальная арка, предстала перед публикой полностью упакованной. В эти дни я как раз была проездом в Париже и имела возможность лицезреть этот арт-объект наяву. Триумфальная арка выглядела как минимум странно, если не сказать дико, масштабные ремонтные работы. Вот первая ассоциация, которая приходит на ум. Упакованная триумфальная арка – последний посмертный проект знаменитого американского скульптора и художника болгарского происхождения Христо. Этот человек известен в истории нашего времени как «Великий упаковщик». На протяжении 50 лет он вместе со своей женой Жанной Клод де Гейбон упаковывали различные объекты – от консервных банок и пишущей машинки до здания Рейхстага – морского побережья и островов в Бискальском заливе. Все их проекты, которые готовились десятилетиями, исчезали через две недели. Христо и Жанна Клод в своих произведениях старались бросить вызов представлениям людей о бессмертии искусства. Чтобы исчезнуть навсегда, требуется, возможно, больше храбрости, чем для того, чтобы остаться. Во всех наших проектах тема исчезновения и недолговечности одна из самых сильных. Наши работы исчезнут, как наше детство, наша жизнь. Останутся лишь воспоминания. Все эти крупномасштабные, трудноемкие, миллионные проекты Христа и его супруга реализовывали за свой счет для своего удовольствия и удовольствия своих поклонников. Почему, спросите вы? Основная их идея – демонстрация свободы и иррациональности. Их произведения ни от кого не зависят и никому не принадлежат. Сегодня в память о Кристо и его супруге предлагаю рассмотреть их самые известные арт-инсталляции, монументальнейшие проекты на стыке природы, урбанистики и архитектуры. Дорогие друзья, мы очень благодарны всем тем, кто поддерживает наш канал финансово. Без вас съемка новых выпусков невозможна. Благодарим вас! «Бегущая изгородь» – один из моих любимых проектов. В 1976 году художники реализовали грандиозный проект в Калифорнии, протянув сквозь живописную долину белоснежную ткань, напоминающую паруса длиной в 24 мили. Для осуществления проекта им нужно было пересечь территорию 59 ранчо. Пока Христо работал над рисунками и коллажами, Жанна Клод общалась с 59 семьями и изучала то, как они живут. Художники считали, что обязаны разобраться в образе жизни местных жителей, чтобы люди в ответ смогли понять их искусство. Проект просуществовал несколько недель. «Временный характер нашей работы бросает вызов бессмертию искусства», – убеждал Кристо. «Разве искусство вечно? Искусство бессмертно? Сооружения из золота, серебра и камней запомнятся навеки. Наивно и очень самонадеянно полагать, что такие вещи останутся в вечности. В вечности останутся лишь воспоминания о белых парусах в Калифорнийской долине». Не менее поэтично выглядит и занавес над долиной 72-го года. Это нейлоновый оранжевый занавес, площадью в 13 тысяч квадратных метров, длиной в 400 метров и высотой в 111. «Представляете, какой масштаб?» Этот занавес был подвешен на стальных канатах в скалистых горах американского штата Колорадо. Проект готовился 28 месяцев и просуществовал всего лишь 28 часов. Уже в самом начале работ по установке занавеса порыв ветра сорвал ткань с канатов. Пришлось начинать все заново. Занавес был установлен, но провисел чуть больше суток. И ветер в долине снова усилился. И рабочие поспешили разобрать конструкцию, чтобы избежать серьезных повреждений. Кстати, пара все время сражалась тем или иным образом с природой. Сюда же можно отнести забавный международный проект с зонтиками 1991 года. Одновременно в Японии и Калифорнии открылись 3100 зонтиков. Работа была задумана как диптих. Одна ее часть с голубыми зонтиками располагалась на рисовых полях Японии, а другая часть с желтыми на холмах Калифорнии. Зонтики смотрели друг на друга через океан и подчеркивали различия между Америкой и Японией и их климатические проблемы. Эта работа имела огромную популярность, но, к сожалению, стала причиной гибели двух человек. Японский рабочий погиб при разборе конструкции, и еще одну женщину отбросила на камни, сорвавшимся от ветра зонтиком, каждый, кстати, из которых был 6 метров в высоту и 9 метров в диаметре. Но, тем не менее, этот диптих выглядит очень живописно. Кстати, художники всегда заботились об экологии, использовали упаковку, которую в дальнейшем можно переработать. Совершенно фантастически выглядят их окруженные острова. Проект, в котором они обернули по периметру ярко-розовой тканью 11 искусственных островов. Эта работа оказала благоприятное воздействие на экологию Майами. При разборе окруженных островов работники вытащили из океана около 40 тонн мусора. Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. А что же там внутри? Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. Она могла менять оттенок в зависимости от освещения и погодных условий. Так, в 1985 году они упаковали в золотистую обертку знаменитый Pont Neuf в Париже. Пусть вас не смущает название, на самом деле это старейшие из сохранившихся парижских мостов. Им понадобилось 40 тысяч квадратных метров шелковой золотисто-песочной ткани, которая великолепно переливалась в лучах солнца и совсем не препятствовала речному движению. Чтобы воплотить следующий амбициозный проект в жизнь, Христо ждал разрешения немецкого правительства более 20 лет. Он захотел упаковать Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика и которая для Христов был символом свободы. Летом 1995 года начались грандиозные работы. Для упаковки понадобились 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Упаковку обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней инсталляцию посетили 5 миллионов человек. Они были очарованы загадочностью и призрачностью Рейхстага, за счет необычной упаковки, которая выглядела как самый настоящий шелк и колыхалось от дуновения ветра, создавая эффект подвижности и легкости. Упаковывать Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе профессиональные альпинисты. Потрясающий размах, не так ли? На мой взгляд, один из самых красивых и масштабных проектов пары, так называемые ворота в центральном парке Нью-Йорка. В 2005 году они превратили центральный парк в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развивающейся шафрановой тканью. Разрешение на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года дольше, чем на драпировку Рейхстага. Пешеходные дорожки центрального парка общей протяженностью 37 километров были украшены 7500 ворот высотой 5 метров. Проект The Gates привлек в парк 4 миллиона посетителей. Пройти сквозь врата, которые были вдохновлены японскими санитарии, было символом удачи и процветания. С высоты птичьего полета эти оранжевые дорожки напоминают потоки лавы. Очень эпично! Представьте, стоимость проекта 21 миллион долларов, и все это оплачивали сами художники. Художники всегда стремились увлечь публику в свои проекты, сделать публику активным участником инсталляции. Например, в немецком проекте «Задрапированный воздух» 2013 года Христо надул 90-метровый воздушный шар диаметром 50 метров, в котором могли гулять люди. Представьте себе, это была самая большая инсталляция внутри закрытого пространства в мире. Волшебный шар из легкой ткани, куда посетители попадали через воздушные шлюзы и оказывались в удивительном космическом пространстве, просто чарует. 20 тысяч квадратных метров легкой полупрозрачной ткани. По мысли автора, у посетителей должно было возникнуть ощущение, как будто они купаются в свете. Его последней работой должна была стать упакованная триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. Христо умер, не дождавшись реализации этого проекта. И как здорово, что в память о нем эта задумка была все же реализована. Если вам по душе творчество этой пары, рекомендую прочесть книгу Ванцетти Васильева под названием «Упаковать ветер», которая содержит эскизы проектов Жан-Клод и Кристо с историей каждого из проектов, с трудностями и помехами при их реализации. И, конечно, с такой главной эстетической масштабной идеей «Искусство ради искусства». Я с нетерпением жду ваших комментариев. Делитесь своим мнением. Слышали ли вы об этом творческом дуэте ранее? Ведь пара работала на протяжении 50 лет. Как вы относитесь к теме упаковки? Может быть, вы считаете, что это вульгарно или это какой-то пережиток поп-арта? Кто знает? В общем, с нетерпением жду жарких дискуссий и остаемся на канале ProArt. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова